значит тема сегодняшнего занятия рамы первое расчетно-графическое задание у вас на тему статически неопределимые рамы то есть для того чтобы вам решить первый ргр вам необходимо во-первых изучить как решаются статически неопределимые задачи а во вторых изучить как строятся эпюры в рамах потом эту эти две темы совместить и решить статически неопределимые рамы ну вкратце забегая вперед статически неопределимые задачи решаются путем составления не только уравнений равновесия статических но и уравнений описывающих деформации деформации потому что с помощью одних одних лишь уравнений статики мы с вами реакции статически неопределимых системах не определим еще необходимо составлять уравнение совместимости деформации поэтому все логично мы сейчас изучим рамы по потом изучим как определяются деформации и собственно начнем решать задачи давайте запишем определение рамой называют систему брусьев рамой называют систему брусьев жестко соединенных между собой в узлах рамой называют систему брусьев жестко соединенных между собой в узлах вот у нас рама можем сделать даже показать статически неопределимую раму эти у нас слева жесткая заделка справа жесткая заделка и того 6 неизвестных реакций а можем составить всего три уравнение равновесия рама здесь трижды статически неопределимая трижды статически неопределимая дальше пишем рама называется плоской если рама называется плоской если оси всех составляющих ее брусьев если оси всех составляющих ее брусьев лежат в одной плоскости и в той же плоскости расположена действующая на раму нагрузка вот слева я вам нарисовал плоскую раму а справа вот может пространственная рама потом вот так вот рама и здесь у нас сила приложена вот у нас справа рама пространственная дальше пишем важное определение рама является статически определимой рама является статически определимой если внутренние силовые факторы возникающие поперечных сечениях рама является статически определимой если внутренние силовые факторы возникающие поперечных сечениях составляющих ее брусьев запятая могут быть определен и с помощью метода сечений рама является статически определимой если внутренние силовые факторы возникающие поперечных сечений составляющих ее брусьев могут быть определены с помощью метода сечений могут быть определены с помощью метода сечений без рассмотрения условий деформации рамы. Еще раз. Рама является статически определимой, если внутренние силовые факторы, возникающие в поперечных сечениях, составляющих ее брусьев, могут быть определены с помощью метода сечений без рассмотрения условий деформации рамы. Без рассмотрения условий деформации рамы. Условия деформации рамы вы рассматриваете или с помощью интеграла Мора, или по способу Верещагина. Способ Верещагина решение интеграла Мора. То есть уже у вас, я надеюсь, вырисовывается встроенная картина решения статически неопределимых рам. Соответственно, мы писать определение, что такое статически неопределимая рама, не будем. Определение точно такое же, за маленьким исключением, что внутренние силовые факторы не могут быть определены с помощью метода сечений и без рассмотрения условий деформации. То есть всегда у нас, когда статически неопределимые системы, мы всегда рассматриваем плюс еще, плюсом рассматриваем условия деформации. Давайте запишем дальше. Ну, кстати, статически определимая рама. Чтобы вы представляли, что такое статически определимая рама. Вот я могу ее рисовать. Вот статически определимая рама. То есть здесь две реакции и здесь одна неизвестная реакция. Итого три реакции можем составить три уравнения равновесия. Вот чтобы раму решить, показанную на правом рисунке, нам не нужно составлять условия деформации. И так все здесь решается и строится без этих условий. Дальше пишем. В общем случае в поперечных сечениях брусьев плоских рам возникают три внутренних силовых фактора. Возникают три внутренних силовых фактора. В общем случае в поперечных сечениях брусьев плоских рам возникают три ВСФ. Это продольная сила Н, поперечная сила Ку и изгибающий момент М. В общем случае в поперечных сечениях брусьев плоских рам возникает три внутренних силовых фактора. Поперечная сила продольная сила Н, поперечная сила Ку и изгибающий момент М. Дальше пишем. Определение ВСФ производится с помощью метода сечений. Определение внутренних силовых факторов ВСФ производится с помощью метода сечений. Точка Для определения Ку и М поперечная сила изгибающего момента для определения Ку и М следует руководствоваться указаниями которые были даны применительно к балкам. Для определения Ку и М следует руководствоваться указаниями которые были даны применительно к балкам. Там дифференциальная зависимость между Ку и М помните да из прошлого семестра. дальше пишем продольная сила в произвольном поперечном сечении продольная сила произвольном поперечном сечении александр чуть помедленнее можете пожалуйста на чем остановились хорошо поперечная сила сгибающий момент во внутренних сечениях могут быть определены с помощью метода сечений . дальше пишем продольная сила n продольная сила n продольная сила n произвольном поперечном сечении какого-либо из стержней рамы произвольная сила n продольная сила n в произвольном сечении какого-либо из стержней рамы продольная сила n произвольном сечении какого-либо из стержней рамы численно равна алгебраической сумме численно равна алгебраической сумме проекций численно равна алгебраической сумме проекций На продольную ось этого стержня всех внешних сил численно равна алгебраической сумме проекций на продольную ось этого стержня всех внешних сил, приложенных к раме по одну сторону от проведенного сечения. Все успели, никому не надо повторить. В принципе, по рамам, наверное, все. Я думаю, вам теперь понятно различия между статическими определимыми и статически неопределимыми. Сначала вам необходимо будет научиться строить эпюры в статически определимых рамах, а потом уже переходить на статически неопределимые. Как строятся эпюры в статически определимых рамах? То есть, смотрим на правый обведенный рисунок, там, где у нас три неизвестных реакции. Вначале вы определяете реакции. Реакции можете себе пометь, что решение статически определимых, подчеркните, определимых. Начинаем с определения реакций. Вот здесь вот две реакции, тут одна. Составляете условия равновесия. Сумма fkx равняется нулю. Сумма fk y равняется нулю. Сумма моментов, там, относительно какой-то опоры. Равняется нулю, все известно. Потом обязательно делайте проверку. Не забывайте проверку. В статике мы все результаты проверяем. Рерка относительно другой опоры. Сумма моментов относительно опоры. Если у вас проверка сходится, дальше просто методом сечений И начинаете проводить сечение. Вот этот участок рановато, да? Ну да, и что-то каким... Проводите методом сечений. Вот, раз, провели. Сечение там на расстоянии y1, 2. Провели сечение на расстоянии y2. Ну, почему y? Потому что высота. Потом 3 провели сечение y3. Ну, и потом 4. Нет, 4, 5 будет. x1. Ну, и здесь x2. То есть, вы раму рассматриваете, как конструкцию из изгибаемых стежней. Понятно, да? То есть, статически определимые решаются вот так. На практике мы с вами порешаем. Группой 3290 уже начали решать. Да? Да, насколько я помню. Статически неопределимые рамы решаются немножко по-другому. Там есть отдельный план решения статически неопределимых задач, которые я вам сейчас дам. Пишем. План решения. План решения статически неопределимых рам. План решения статически неопределимых рам. Первый пункт. Устанавливаем степень статической неопределимости. Устанавливаем степень статической неопределимости. Устанавливаем степень статической неопределимости. Устанавливаем степень статической неопределимости. То есть, запятая, запятая, то есть число лишних в кавычках неизвестных. То есть число лишних в кавычках неизвестных. Лишних в кавычках неизвестных. Ну, давайте, чтобы у нас одна конструкция была на протяжении всего плана, опять нарисуем. Ну, здесь у нас рама трижды статически неопределима. Здесь шесть неизвестных реакций, по три в каждой из заделок. Все можем сосать три уравнения равновесия. Поэтому у нас рама трижды статически неопределима. То есть степень статической неопределимости у нас три. Дальше, второй пункт. Выбираем основную статически определимую систему. Выбираем основную статически определимую систему. Которая получается из заданной системы. Путем отбрасывания лишних в кавычках связей. Выбираем основную статически определимую систему. Которая получается из заданной системы. Путем отбрасывания лишних в кавычках связей. Ну, вот у нас будет основная система. Я заделку справа мысленно отброшу, вот у нас основная система, то есть это уже статически определимая система. Здесь же пишем во втором пункте, отброшенные связи заменяем силами, отброшенные связи, то есть я отбросил правую опору, правую заделку. Отброшенные связи заменяем силами, которые и являются лишними, в кавычках, неизвестными. Отброшенные связи заменяем силами, которые и являются лишними, неизвестными. Таким образом мы уже от основной системы переходим, здесь же или вы там ниже, в этом же пункте рисуете, что мы с вами получим. Вот я отбросил опору, нагрузку мы должны сохранить действующую, сохраняем, но и должны приложить вместо отброшенной опоры силы заделки, 3 реакции, поэтому сила будет вертикальная, пусть это будет x1, горизонтальная будет x2, что еще будет? Еще будет момент заделки, вот обозначим его x3. Вот что по результатам второго пункта решения у вас должно появиться. Третий пункт. Составляем канонические уравнения методом сил. Составляем канонические уравнения методом, метода сил. То уравнение метода сил. И способ решения статически неопределимой рамы, который мы с вами рассматриваем в университете, это метод сил. Существуют другие способы, но вас должен интересовать только метод сил. Значит, я сейчас запишу эти канонические уравнения, вы аккуратно перепишите и мы расшифруем каждое из слагаемых. Спасибо. 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 Як Twitter. Спасибо. Система из трех уравнений. Ну почему все им они совместно будут решаться. Сейчас все расшифруем. Давайте запишем. Первое уравнение означает, что суммарное перемещение сечения B. А где это сечение B? Вот мы можем здесь подписать. Левое это A, а это B. Подпишите. Первое уравнение означает, что суммарное перемещение сечения B по направлению силы X1 от заданной нагрузки. Где мы видим заданную нагрузку? Вот, от заданной нагрузки. И от силы X1, X2, X3. Подчеркнул, да? Первое уравнение означает, что суммарное перемещение сечения B по направлению X1. Откуда мы видим, что X1? Вот нам индекс показывает X1. По направлению X1 от заданной нагрузки и от силы X1, X2, X3 равняется нулю. Собственно, вот равенство нулю. Почему равняется нулю? Да потому что у нас изначально это статически неопределимая рама. И здесь у нас жесткая заделка. И вот это сечение B никуда не перемещается. Все очень логично. Пишем дальше. Второе уравнение означает, что... Второе уравнение означает, что суммарное перемещение сечения B... По направлению X2. Вот этот индекс показывает. По направлению силы X2. То есть в данном случае X2 у нас горизонтальная. Вот мы видим, смотрим все на экран. Вот у нас горизонтальная X2. По направлению X2. От нагрузки. От нагрузки. Вот я подчеркиваю. И от заданных сил X1, X2, X3. Равно нулю. Равно нулю. Второе уравнение означает, что суммарное перемещение сечения B... По направлению силы X2. От нагрузки и от силы X1, X2, X3. Равно нулю. Третье уравнение означает, что... Третье уравнение означает, что... Теперь внимательно посмотрим. Третья неизвестная сила. Это у нас момент. Момент может вызывать угол поворота. Да? Вспоминаем интеграл Мора. Третье уравнение означает, что угол поворота сечения B... Угол поворота сечения B... То есть, вот мы видим дельта 3... Третья неизвестная сила. Это момент. Она вызывает поворот. Еще раз. Третье уравнение означает, что угол поворота сечения B... От заданной нагрузки и от реакции X1, X2, X3 равняется нулю. Третье уравнение означает, что угол поворота сечения B... От заданной нагрузки и от сил X1, X2, X3 равняется нулю. То есть, все-таки жесткая заделка. Там в реальности поворота не происходит. Вот мы и приравняли нулю угол поворота. Дальше пишем. Число канонических уравнений равно числу статической неопределимости. Число канонических уравнений равно числу статической неопределимости. Число канонических уравнений равно числу статической неопределимости. Дальше расшифровываем. Первый индекс указывает направление перемещения. Имеется в виду... Вот я вам розовым выделил. Вот этот первый индекс. Первый индекс. Первый индекс указывает направление перемещения. Второй... Вот здесь деформация, да? Вот я зеленым подчеркну. Первый индекс указывает направление перемещения. Второй индекс указывает причину, вызвавшую это перемещение. Первый индекс указывает направление перемещения. Второй индекс указывает причину, вызвавшую это перемещение. вот если мы рассмотрим дельта 31 то есть первый индекс направления то есть по направлению 3 лишний неизвестное 3 это у нас момент значит на самом деле это угол поворота угол поворота вызванный чем вызванный силой x1 данного или дельта ну дайте 1п дельта 1п вот это вот рассмотрим что это значит это значит перемещение сечения b от заданной нагрузки видите второй индекс п то есть заданные нагрузки в данном случае мы с вами рассматриваем заданные нагрузки вот реакции будут реакции в этой заделки и плюс вот это вот распределенная нагрузка от заданной нагрузки направлении силы x1 то есть данном случае вертикальное перемещение x1 у нас вертикальная силы все принципе логично и понятно расшифровали пишем дальше дельта 1п дельта 2п дельта 3п это грузовые перемещения это грузовые перемещения которые могут быть меньше нуля больше нуля равны нулю это грузовые перемещения перемещения с одинаковыми индексами это главные перемещения это главные перемещения не всегда строга больше доля перемещение с одинаковыми индексами это главное перемещение не всегда строго больше Дальше пишем По теореме о взаимности перемещений Дельта 1,2 равняется дельта 2,1 Дельта 1,3 равняется дельта 3,1 И эти перемещения называются побочными Побочные перемещения Они также могут быть меньше 0, больше 0, равны 0 То есть вы будете вот эти перемещения определять Или по интегралу Мора, или по способу Верещагина Кому как удобно Дальше ставим четвертый пункт плана Определяем перемещения, входящие в канонические уравнения Определяем перемещения, входящие в канонические уравнения В вашей РГР дважды статически неопределимая рама У вас будет там два канонических уравнения Определяем перемещения, входящие в канонические уравнения С помощью интеграла Мора, или по способу Верещагина Определяем перемещения, входящие в каноническое уравнение С помощью интеграла Мора, или по способу Верещагина Вам, наверное, нужно будет, кстати, как определить Давайте в пункте четвертом я вам запишу Такую шпаргалку, как найти эти перемещения Значит, вы сейчас за мной записываете Прямо так, как вот я пишу Потом я все выясню Дельта 1,1 равняется М1 в квадрате на жесткость Дельта 2,2 это М2 в квадрате на жесткость Дельта 2,1 равняется Дельта 1,2 по теореме взаимности и перемещений И равняется М1 умножить на М2 на жесткость Дельта 1,2 равняется И бюро действующей нагрузки На первую единичную жесткость Дельта 2,2 равняется Обратите внимание, что есть только два индекса Первый и второй Это уже для вашего RGR Я записал формулу Что значит первая формула? Как найти дельта 1,1? Вы единичную эпюру Единичную эпюру От действия первой Лишней В кавычках неизвестной Умножаете саму на себя Соответственно, дельта 2,2 Единичную эпюру От второй Лишней неизвестной Умножаете саму на себя Чтобы найти дельта 1,2 Дельта 2,1 Вы эти эпюры Приумножаете друг на друга Крузовую эпюру Дельта 1,P Как найти? Вы нагрузку Вы эпюру От действующей нагрузки Умножаете на первую единичную Соответственно Дельта 2,P Вы эпюру От действующей нагрузки Умножаете на вторую Единичную эпюру В принципе, вот вам Эти перемножения можно делать Или через интеграл Мора Беря интегралы, собственно Или по способу Верещагина умножая площади Кому как удобно 32.90 Вы работы будете сдавать мне Я прошу здесь максимально подробно писать Как вы умножаете Зачем это сделаем? Потому что если кто-то будет заказывать работы А кто-то из вас будет заказывать работы Я это знаю Вам просто напишут ответ Написали умножение, просто пишут ответ Они не будут заморачиваться подробным перемножением А вы, пожалуйста, когда самостоятельно будете писать Вы подробно мне все распишите Как вы там производите перемножение Ну а 32.40, 32.50 Ну там уже в зависимости с требованиями Жучковой работаете Так, с четвертым пунктом разобрались Пятый пункт Пятый пункт Решаем каноническое уравнение И находим значение лишних в кавычках неизвестных. Решаем канонические уравнения. У вас будет 2, потому что степень статической неопределенности 2. Решаем канонические уравнения и находим значение лишних неизвестных. Решаем канонические уравнения и находим значение лишних неизвестных. Точка здесь же пишем. Рассматривая затем основную систему. Рассматривая затем основную систему, находящуюся под действием заданной нагрузки и найденных лишних, в кавычках, неизвестных, и найденных лишних, в кавычках, неизвестных, строим, как для обычной, статически определимой рамы, Рассматривая затем основную систему, находящуюся под действием заданной нагрузки и найденных лишних, в кавычках, неизвестных, Рассматривая затем основную систему, находящуюся под действием заданной нагрузки и найденных лишних, неизвестных, Строим, как для обычной, статически определимой рамы Эпюры НКМ Строим, как для обычной, статически определимой рамы Эпюры НКМ Строим, как для обычной, статически определимой рамы Эпюры НКМ Строим, как для обычной, статически определимой рамы Эпюры НКМ Вот шестого пункта на Ютубе у меня нету, сделайте, пожалуйста, его самостоятельно Шестой пункт, проверка Перемножить, необходимо перемножить, окончательную Эпюру моментов, то есть вот эту, которую вы получили Необходимо перемножить окончательную Эпюру моментов на одну из единичных Эпюр моментов На одну из единичных Эпюр моментов Необходимо перемножить окончательную Эпюру моментов на одну из единичных Эпюр моментов Ну, если у вас все правильно, в результате у вас получится ноль Все, вопросы какие есть? Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...